Смотрите сериал «Как чашка за чашкой строилась Starbucks» на Redline TV. Спонсор – проект Wise Deposit. Международная система взаимного финансирования, в которой люди добровольно взаимодействуют между собой с целью оказывать и получать финансирование от других участников системы. Система работает по принципу современной, улучшенной кассы взаимопомощи, надежность которой обеспечивают график выплат и защита вкладов адаптацией. Доходность за 6 месяцев до 253%. Глава 2. Внушительное наследие. Основа устойчивости в будущем. «Каждый день, сто раз на дню, я напоминаю себе, что моя внутренняя и внешняя жизнь зависит от труда других людей, живых и мертвых, и я должен сделать все, что в моих силах, чтобы отдать столько же, сколько получил». Альберт Эйнштейн. «Так же, как я не создавал Старбакс, Старбакс не была первой, кто представил Америке эспрессо и обжаренные кофейные зерна. Но мы стали благодарными наследниками этой великой традиции. Кофе и кофейни веками составляли значительную часть жизни общества, как в Европе, так и в Америке. Они ассоциировались с политическими переворотами, движением писателей и интеллектуальными дебатами в Венеции, в Вене, Париже и Берлине. Старбакс находит отголосок в душах людей, потому что продолжает эту традицию. Компания черпает силы из собственной истории и своих связей с более далеким прошлым. Вот почему она – нечто большее, чем просто быстро растущее предприятие или модное увлечение 1990-х. Вот что делает ее устойчивой. Если это поразило ваше воображение, поразит и чужое. В 1981 году, работая в Хаммерпласт, я заметил странное явление. Одна небольшая фирма в Сиэтле делала необычайно крупные заказы для кофеварок определенного типа. Это было простое приспособление – коническая пластиковая насадка на термос. Я провел расследование. Кофе, чай и специи Старбакс тогда представляла собой сеть из четырех маленьких кофеин. И все же закупала этот товар в количествах превышавших заказы Мэйсис. Почему Сиэтл так увлечен этой кофейней, когда вся страна ежедневно варит себе кофе с помощью кофеварок? Поэтому однажды я сказал Шерри, поеду-ка погляжу на эту компанию. Хочется знать, что там происходит. В те дни я много ездил по всей стране, но никогда не бывал в Сиэтле. А кто туда вообще тогда ездил? Я прибыл в Сиэтл ясным весенним днем. Воздух был так чист, что легким стало почти больно дышать. Зацветали вишни и райские яблони. С центральных улиц города к востоку, западу и югу можно было видеть покрытые снегом горные вершины, четко вырисовывавшиеся на фоне голубого неба. Управляющая отделом розничной торговли Старбакс Линда Гроссман встретила меня в гостинице и провела до их главного офиса в историческом районе Пайк Плейс Маркет. Оказавшись там, мы прошли мимо прилавков со свежим лососем, где зазывали покупателей и подбрасывали рыбу над их головами. Мимо рядов свежевымытых яблок и аккуратно выложенной капусты. Мимо пекарни, откуда доносился чудесный аромат свежего хлеба. Это была выставка продажи искусства местных садоводов и мелких независимых торговцев. Я полюбил Маркет сразу же и люблю до сих пор. Заручной труд, подлинность, напоминание о старом свете. Кофейня Старбакс была скромным местечком, но полным своеобразия, с узким крыльцом, у которого стоял скрипач, игравший Моцарта, а рядом лежал раскрытый для пожертвований футляр. Дверь открылась, потянулся пьянящий аромат кофе и затащил меня вовнутрь. Войдя, я попал в некое подобие храма почитания кофе. За потертым деревянным прилавком стояли корзины с кофе со всего света. С Суматры, Искении, Эфиопии, Коста-Рики. Помните, то было время, когда все думали, что кофе берут из жестянки, а не из зерен. Я же находился в кофейне, где продавали только цельнозерновой кофе. Вдоль другой стены висела длинная полка, заставленная относящимися к кофе предметами, в их числе были и кофеварки «Хаммар Пласт» красного, желтого и черного цветов. Представив меня парню за прилавком, Линда стала объяснять, почему посетителям нравились наборы из термоса и конуса. Отчасти удовольствие доставляет сам ритуал. Старбакс рекомендовала варить кофе вручную, поскольку в электрических кофеварках он пригорает. Пока мы беседовали, парень за прилавком зачерпнул немного кофейных зерен суматры, перемолол их, положил порошок в фильтр в конусе и налил горячей воды. Хотя процедура отняла всего несколько минут, он проделал ее почти благоговейно, мастерски. Когда он протянул мне фарфоровую кружку, наполненную свежезаваренным кофе, его пар и аромат, казалось, обволокли мое лицо. Добавлять сахар или молоко было кощунству. Я сделал маленький пробный глоток. Вот это да! Я откинул голову, мои глаза широко раскрылись. Даже по одному глотку можно было судить, насколько этот кофе был крепче любого кофе, какой я когда-либо пробовал. Заметив мою реакцию, работники Старбакс рассмеялись крепковато, я ухмыльнулся и покачал головой. Затем глотнул еще раз. Теперь я смог лучше почувствовать вкус во всей его полноте, пока кофе скользил по языку внутрь. С третьим глотком я был пленен. У меня было такое чувство, будто я открыл совершенно новый континент. По сравнению с этим, весь кофе, выпитый мной до тех пор, казался поморями. Я жаждал научиться. Я стал задавать вопросы о компании, о кофе из разных регионов мира, о разных способах обжарки кофе. Перед тем, как мы покинули магазин, они смололи еще зерен с Суматры и протянули мне пакет в подарок. Затем Линда отвезла меня на завод Старбакс, где жарили кофе, чтобы представить владельцам компании Джеральду Болдуину и Гордону Боукеру. Они работали в узком старом промышленном здании с большой металлической дверью в передней части, рядом с фабрикой по упаковке мяса недалеко от аэропорта. Войдя, я тут же почувствовал тот чудесный аромат жарящегося кофе, который, казалось, заполнил помещение с пола до потолка. В центре стояло приспособление из серебристого металла с большим плоским поддоном впереди. Это, как объяснила Линда, и была машина для жарки. И меня поразило, как одна эта машина обеспечивает товаром четыре кофейни. Рабочий в красной бандане радостно помахал нах. Он вытащил металлический ковш, который назывался пробник из машины, осмотрел зерна, понюхал их и положил назад. Он объяснил, что проверяет свет и слушает, пока кофейные зерна не хрустнут дважды, чтобы удостовериться, что они прожарены на темного цвета. Внезапно, со свистом и громким хрустом, он открыл дверь машины и вытащил на поддон для охлаждения кучу горячих, блестящих зерен. Начала шевелиться, остужая зерна, роботизированная рука, и нас окатил совершенно новый аромат, чернейшего, наилучшего кофе, какой вам приходилось пробовать. Он был таким насыщенным, что у меня закружилась голова. Мы пошли наверх и прошли несколько столов, пока не добрались до офисов в черном цвете, в каждом из которых было высокое окно с толстыми стеклами. Хотя под свитером Джерри Болдуина президента и присутствовал галстук, атмосфера была неофициальной. Джерри, симпатичный темноволосый мужчина, улыбнулся и пожал мою руку. Он мне сразу понравился. Я нашел его скромным и искренним, с хорошим чувством юмора. Очевидно, кофе было его страстью. Он выполнял миссию – донести до людей радость пить кофе мирового класса – поджаренного и сваренного так, как надо. «Вот новые зерна. Их привезли с Явы», – сказал он. «Мы только что поджарили порцию. Давайте попробуем». Он заварил кофе сам, пользуясь стеклянным сосудом, который называл французским прессом. Пока он мягко надавливал поршнем на кофейный порошок и осторожно наливал первую чашку, я заметил, что кто-то стоит у двери. Это был худой мужчина с бородой, копной темных волос, падающих на лоб и темно-каренье глаза. Джерри представил его как Гордона Боукера, своего партнера по Старбакс, и предложил присоединиться к нам. Меня разбирало любопытство. Как случилось, что эти двое мужчин решили посвятить свою жизнь кофейному делу? Старбакс была основана за 10 лет до того, и теперь им было уже около 40. Их связывала легкая дружба, начавшаяся еще в начале 1960-х, когда они жили в одной комнате, будучи студентами университета Сан-Франциско. Но по характеру они казались очень разными. Джерри был сдержан и официален, а Гордон вел себя раскованно и экстравагантно. Слушая, как они говорят, я сделал вывод, что оба они чрезвычайно умны, много путешествовали и питали сильнейшую страсть к хорошему кофе. Джерри управлял Старбакс. Гордон же делил свое время между Старбакс, собственной фирмой рекламы и дизайна, основанной им еженедельной газетой и мини-пивоварней, которую планировал открыть под названием The Red Hook Ale Brewery. Мне пришлось спросить, что такое мини-пивоварня. Было очевидно, что эксцентричные и блестящие идеи Гордона опережали наше время. Я влюбился. Передо мной была совершенно новая культура, где предстояло еще многое постичь и многому научиться. В тот день я позвонил Шерри из гостиницы. Я в раю, сказал я. Я знаю, где хочу жить. Сиэтл, штат Вашингтон. Хочу, чтобы летом ты приехала посмотреть на этот город. Это была моя Мекка. Мой путь завершился. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова